Что же такое радиоастрономия? Понятное название, что это астрономия, которая изучает Вселенную в радиодиапазоне электромагнитного спектра. А что же такое радиодиапазон электромагнитного спектра? Это те единственные волны электромагнитного спектра, размер которых можно показать руками. Если у вас волна длиной такой — это радиодиапазон. Немного более серьезно, радиоволны имеют длину от десятков метров до миллиметров. Мы таким образом определяем радиодиапазон. Все, что длиннее нескольких миллиметров — это радиодиапазон электромагнитного спектра. Говорят, что всего радиоастрономов не более 10% из общего количества астрономов на Земле, и при этом отмечают, что радиоастрономия все еще держит рекорд по общему количеству Нобелевских премий из всех, которые были даны за результаты, полученные в области астрономии. Она началась с 30-х годов XX века с радиоинженера Карла Янского. Он по просьбе лаборатории Бел исследовал вопросы распространения радиоволн в атмосфере Земли и впервые увидел излучение, приходящее из космоса, от центра нашей галактики. Первым радиоастрономом, астрономом-любителем, был Грот Ребер. Он построил первый радиотелескоп, который выглядел как радиоантенна, как тарелка, у себя на заднем дворе дома за свои собственные деньги. Причем был очень экономным человеком, и он смог построить первую радиокарту неба. Бурное развитие радиоастрономии произошло после Второй мировой войны благодаря развитию радарных технологий. С 50-60-х годов ХХ века радиоастрономия шагает по планете. Многие могут не знать, что астрономия и радиоастрономия в частности очень полезна для радиоастрономного хозяйства. Не задумываясь, практически каждый из вас использует результаты, которые были получены радиоастрономами. Упомянем, например, задачи глобального позиционирования. Самолеты, поезда, автобусы, мы со своими смартфонами в руках постоянно используем систему глобального позиционирования, в нашем случае это GLONASS или GPS. А вот системам глобального позиционирования для того, чтобы выдавать на гора необходимую высокую точность, надо знать с очень высокой точностью параметры вращения Земли, истинную длительность земных суток, а также параметры нутации оси вращения Земли, движения оси вращения Земли по небу. Параметры вращения Земли для вас практически ежедневно, не реже, чем раз в несколько дней измеряют радиоастрономы, используя радиоинтерферометры, телескопы, которые разбросаны по поверхности Земли. Например, система GLONASS поддерживается Институтом прикладной астрономии со своей системой квазар-КВО, квазар-координатно-временное обеспечение — это система из трех телескопов, измеряют параметры вращения Земли для системы GLONASS, то же самое делают американские телескопы для GPS. Кроме этого, практически никто не ожидает услышать, что Wi-Fi мы обязаны черным дырам и радиоастрономам. Несколько десятков лет назад наши нидерландские коллеги на интерферометре, который находится в деревеньке Вестерборг, искали радиовспышки на небе, которые были предсказаны теоретиками, исследовавшими черные дыры. В процессе работы им нужно было решить очень тяжелую задачу восстановления фазового фронта сигнала, который достигает радиотелескопы и портится при своем прохождении через турбулентную атмосферу Земли. Один из инженеров, который работал над этим в Нидерландах, позже переехал в Австралию и использовал там свои наработки для того, чтобы решить проблемы, связанные с реализацией Wi-Fi, а именно проблему множественных переотражений радиоволн между стенами помещений, в которых работает Wi-Fi. Он действительно применил ту же самую идею, те же самые технологии и благодаря этому сегодня мы все пользуемся Wi-Fi, а организация, в которой он работает в Австралии, и имеет ежегодно миллиардные отчисления. Развитие любой экспериментальной науки неразрывно связано с развитием техники. Радиоастрономия не исключение, но наиболее важным для нас является развитие следующих моментов. Во-первых, мы получили намного более быстрые и производительные компьютеры. Во-вторых, детекторы, которые мы используем, стали не только много более чувствительными, но и значительно более дешевыми, поэтому мы можем их штамповать и использовать десятками, сотнями, тысячами. В-третьих, системы быстрой обработки и записи данных ускорились на много порядков. Благодаря этому мы можем, с одной стороны, уходить на короткие миллиметровые волны, диапазон, в котором раньше нам было очень тяжело работать, с другой стороны, мы можем увеличивать чувствительность системных сантиметровых и миллиметровых длинных волн, и мы можем искать очень коротковременные события, которые происходят на небе. К чему это приводит с точки зрения науки? На коротких миллиметровых волнах мы можем строить интерферометры, которые не боятся поглощения и рассеяния радиоволн, которые идут к нам из космоса. Благодаря этому мы можем очень близко подойти к задаче поиска черных дыр. Уже достаточно большое количество лет прошло с того момента, как был введен в эксплуатацию миллиметровый телескоп, который называется ALMA, он находится на высоте примерно 5000 километров в Чили. Так вот этот телескоп является на сегодняшний день наиболее чувствительным элементом мирового наземного интерферометра, который работает на длине волны 1.3 миллиметра и как раз пытается увидеть черную дыру в центре нашей галактики, а также в центре других близких галактик, в частности в галактике Дева А. Благодаря тому, что длины волн очень короткие, то мы надеемся, что нам удастся увидеть не саму черную дыру, понятно, что она черная, а увидеть ее тень, какое-то темное пятнышко, которое окружено ореолом из светящегося вещества. Именно черная дыра, у которой мы ожидаем, что у нее будет горизонт событий, теоретически предсказан горизонт событий черной дыры, под которым уже ничего не видно, именно в этом случае должна наблюдаться вот такая вот картина, темное пятнышко, окруженное ореолом светящегося вещества. Подобный телескоп, который называется телескоп горизонта событий, работает уже значительное количество лет, однако впервые весной 2017 года в его работу включился чувствительный элемент, самый чувствительный телескоп, который называется ALMA. Благодаря ему чувствительность всего наземного интерферометра телескопа значительно, в разы увеличилась, и у ученых есть большая надежда наконец-то увидеть тень черной дыры. В апреле 2019 года мы ожидаем объявления о результатах наблюдений этого проекта, телескопа горизонта событий, и мы узнаем, удалось нашим коллегам увидеть тень от черной дыры в центре нашей галактики или в центре галактики Дева А, или нет. В любом случае, удалось им это сделать или нет, мы надеемся, что следующим шагом будет проект наземно-космического интерферометра, который называется миллиметрон, который будет тоже работать не миллиметрон, а длинный волн, и который позволит уже в подробностях изучать свойства черной дыры как в центре нашей галактики, так и в центрах других галактик, или доказать, что их нет. Если мы не увидим ореола вокруг центрального темного пятнышка, значит, возможно, там находится что-то другое, но мы знаем наверняка как факт, что в центре нашей галактики находится объект массой несколько миллионов масс Солнца, просто наблюдая за орбитами звезд, которые двигаются вокруг этого объекта. Технологии, позволяющие задешево произвести большое количество детекторов, а также с громадной скоростью оцифровывать, анализировать и записывать результаты, позволили в последнее время сделать прорыв в исследовании быстропеременных, быстроменяющихся явлений во Вселенной. В частности, в области радиоастрономии в настоящий момент громадными темпами развивается просто прет направление, связанное с изучением очень коротких миллисекундных радиовспышек во Вселенной. Еще год назад, 17-е и начало 18-го года, было справедливым утверждение, что количество теоретических моделей, которые объясняют эти эффекты, больше, чем количество зарегистрированных вспышек. Мы все еще до сих пор не разобрались, что же из себя представляют быстрые радиовсплески. Однако, благодаря развитием технологий, их количество в конце 18-го, начале 19-го года уже превысило количество моделей. Почему? Потому что мы уже успели построить новые телескопы, которые одновременно могут наблюдать и оцифровывать громадный участок неба. Немножко более научно это формулируется следующим образом — они имеют большое поле зрения. Следующим шагом в этом направлении является проект, который называется Square Kilometer Array — телескоп размером квадратный километр, с собирающей поверхностью размером примерно квадратный километр. Он будет построен в Австралии и в Африке и будет решать целый ряд новых прорывных задач. На длинных радиоволнах он будет строить трехмерную карту распределения водорода во Вселенной. Нейтральный водород излучает длину волны 21 см. Чем он дальше находится от нас, из-за расширения Вселенной он получает все большее и большее красное смещение и мы в результате видим эту линию 21 см на все более и более длинных волнах. Именно благодаря этому вы можете измерить расстояние до того или иного облака, которое вам удалось прокартографировать. Построение этой трехмерной карты нейтрального водорода во Вселенной позволит ответить на вопросы о природе темной энергии, о причинах того, почему наша Вселенная расширяется с ускорением и как же она зарождалась. Другое направление, которое удастся развить с помощью телескопа SKA — это использование пульсаров для детектирования гравитационных волн. Мы фактически будем с Земли наблюдать многие пульсары, мы сможем благодаря этому детектировать прохождение гравитационных волн как через сами пульсары, так и через планету Земля, как кирпич-пробное тело, находящееся во Вселенной. И благодаря этому исследовать природу гравитационного излучения, может быть, даже нам удастся уточнить общую теорию относительности Эйнштейна, именно лучше поняв то, как работает гравитация. Мы уже говорили про быстрые радиосплески, несомненно square kilometer array позволит сделать прорыв в этом направлении, но завершить рассказ про square kilometer array я хотел бы. Одним из научных направлений SKA является поиск жизни во Вселенной, причем как поиск излучения сложных молекул, которые участвуют на далеких планетах в формировании биологически активной жизни, так и в поиск возможных искусственных сигналов, которые может генерить в результате своей жизнедеятельности уже достаточно развитый разум во Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok